Это программа Новый Казахстан. Здравствуйте! Сегодня мы говорим о проведении медико-социальной экспертизы. Гость нашей студии Курала Ибраева, заместитель руководителя Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Восточно-Казахстанской области. Добро пожаловать к нам в студию. Уважаемые телезрители, вы можете дозвониться к нам по номеру 52-24-49 или прислать вопросы на номер WhatsApp, плюс 737-235-1034. Так, еще раз добро пожаловать к нам в студию. Тема проведения медико-социальной экспертизы, она довольно волнительна для большого количества граждан, и всегда практически в этой сфере возникают множество вопросов. У людей, которые оказались в такой сложной трагической ситуации, когда, например, из-за травмы какой-то им присваивается инвалидность, они находятся в растерянности, в таком состоянии, скажем, такой тревожности и так далее. То есть они и так обескуражены тем, что с ними происходит, и здесь еще необходимо проходить какие-то экспертизы и так далее. Поэтому часто наверняка вы в своей практике сталкиваетесь с конфликтами какими-то, да, то есть тяжелая работа в общем у вас. И поговорим о том, как все-таки и людям, да, облегчить их пребывание, да, в этом состоянии, и чтобы врачам было удобнее, да, контактировать со своими пациентами. Какие сегодня, да, предлагаются возможности, может быть, цифровые, да, есть какие-то возможности, онлайн-технологии, которые приходят к нам на помощь. Вообще обо всем об этом мы сегодня поговорим, но начнем с того, как вообще проводится медико-социальная экспертиза и кто, да, при каких ситуациях на нее направляется. Еще раз здравствуйте. Я вообще хотела бы остановиться, что такое медико-социальная вообще экспертиза. Это целый процесс по оценке состояния функций организма человека, по оценке ограничений жизнедеятельности. По-простому говоря, это процесс по установлению инвалидности. Это у нас государственная услуга, которая оказывается нашим департаментом, и есть основания и определенные правила. Вот целый вот этот процесс по установлению инвалидности, она регламентирована правилами проведения медико-социальной экспертизы, который утвержден приказом министра труда и социальной защиты населения. Основанием для проведения вот этого процесса является направление, которое заполняется в поликлиниках, в медицинских организациях по месту прикрепления, значит, пациента. Оно заполняется по форме 031. И начало экспертизы идет в поликлиниках по месту жительства. Значит, участковый врач смотрит человека, они знают больного, да, и когда они видят уже какие-то признаки, они заполняют данное направление и направляют на проведение медико-социальной экспертизы. И человек, значит, должен написать заявление о том, чтобы он хочет, чтобы провели ему государственные, оказали государственные услуги. Значит, первое основанием является форма 031 и второе заявление самого, значит, услугополучателя. И потом мы уже оказываем медико-социальную экспертизу, государственные услуги. Ну, мы представляем, да, что абсолютно разные случаи бывают, да, и чтобы, допустим, избежать, ну, скажем так, иждивенческих настроений, да, бывает ведь и такое, к сожалению, когда люди намеренно, да, хотят присвоить, например, себе инвалидность и, ну, чтобы получить пособие и так далее. Бывают случаи, когда человек на производстве, да, тяжелейшую травму внезапно, да, получает, там, следующий, там, момент, когда он, например, очнулся уже после реанимации, да, его поставили перед фактом, например, что он, там, лишился конечности, да, к примеру. Вот это совершенно, да, два разных случая я описала. В этих, в обоих случаях, да, один и тот же, одна и та же схема, получается, отработки, да, то есть заявление, основание и так далее. Да, без формы, значит, 31 мы не имеем права, значит, рассматривать вообще проведение медико-социальной экспертизы. Но вот эти два случая разные. А расскажу подробнее. Врачи, вот, пациенты наблюдают, там они когда видят, что идут стойкие нарушения организма, функции организма, у них есть правило, значит, 4 месяца наблюдение со дня установления диагноза или со дня нахождения на больничном листе. Если в течение 4 месяцев после проведения всех лечебно, значит, реабитационных мероприятий положительной динамики нету у человека, вот этот процесс дальше идет стойкой, тогда они направляют на медико-социальную экспертизу. Это при болезнях. А если при анатомических дефектах, это когда, вот, как вы говорите, отсутствие конечностей, тогда срока медицинского реабитации 4 месяца ждать не надо. Тогда они направляются сразу, без вот этого ожидания срока. Как они направят, у нас вот эта услуга оказывается в течение одного дня. Сразу вот пришли, мы оказали услугу, и сразу они получали результат. Справку об инвалидности на руки, и все уже, выносится решение. А есть какие-то инструменты, да, например, цифровые, да, какие-то технологии, которые помогают, ну, вот, да, как мы вначале сказали, облегчить, да, вот, прохождение, может быть, каких-то процедур в ходе оформления, да, вот, инвалидности, может быть, что-то онлайн можно сделать? Знаете, мы обследованиями и инструментальными лабораториями не занимаемся. Вся ответственность полностью, значит, качество, объем и обоснованность направлений лиц на медико-социальную экспертизу возложена на председателя врачебно-консультативной комиссии, медицинской организации. Значит, по заболеваниям они смотрят по стандарту, что, какие виды нужно провести инструментальных там обследований и анализов. И потом они должны к нам направить уже с готовыми полностью медицинскими документами. Да, и когда к нам приходит данный пациент, мы что делаем? Мы, значит, проводим анализ представленных медицинских документов. И мы проводим объективный осмотр сами. И на основании этого производится комплексная оценка, и в результате уже выносится экспертное заключение. Ну, это, естественно, чтобы избежать всяческих подлогов там и так далее. Поскольку, да, мы знаем, что сфера такая, да, подверженная коррупционным рискам и прочее. Как их вот, например, при анализе, да, насколько скрупулезно вы изучаете документы? И бывает ли такое, да, что сталкиваетесь, например, где-то с, ну, скажем, может быть, человек хочет немного преувеличить, да, какие-то моменты, или начинает спорить, да, с выводами, например, врачей. Возможно, такое тоже происходит. Ну, я имею в виду, насколько скрупулезный анализ проводится каждого из документов, представленных. Ну, знаете, коррупционные факторы у нас сведены к минимуму. Почему? Потому что все документы, которые к нам направляются, они в электронном виде. Значит, у нас есть своя информационная система, а в сфере здравоохранения своя информационная система, и они между собой интегрированы в части направляемых документов. Значит, мы бумажными документами не работаем. К нам приходит пациент только с удостоверением личности. То есть все уже вон. Да, и мы уже открываем с его согласия, он же пишет заявление на оказание государственной услуги, потом открываем и электронные документы. Мы проводим анализ этих электронных документов. А врачи, в свою очередь, их берут тоже с информационной системы. Например, пациент сходил к травматологу, он все данные внес в информационную систему, и оттуда все прикрепляется, скачивается. Поэтому коррупционных факторов нет. И, во-вторых, к нам здоровые люди не приходят. К нам приходят люди с какими-то все равно заболеваниями. Но эти заболевания могут быть в легкой степени нарушения, при которых, например, инвалидность не устанавливается. Да, врачи тоже могут ошибаться. Есть и молодые врачи, которые еще не умеют оценку сами делать. Но такие случаи есть. В таких случаях мы что делаем? Мы вот эти все документы направляем в ту медицинскую организацию и в территориальное подразделение по контролю качества медицинских фармуслуг. И они занимаются, действительно ли форма была направлена к нам, обоснована или не обоснована. Это уже на их функциональные обязанности как бы возложено. То есть такое бывает? Бывает, да. И уже после того, как они это все пересмотрят, возможно, через какое-то время вам снова приходят документы? Нет, когда они пересматривают, они нам уже пишут ответ официальный, значит, что они проверку провели, что действительно форма была необоснованно направлена, и на эту медицинскую организацию наложены какие-то административные взыскания. Ну вот и дальше, да, хотелось бы узнать, как процедура вообще проходит. То есть человек пришел, да, вот вы документы проанализировали, и дальше, получается, ему... Да, проанализировали, человека, самого пациента посмотрели объективно. Это все комиссионно идет. А, то есть комиссия, да? Да, комиссия. Не менее трех человек у нас сидит, коллегиально выносится решение. И на оказание государственной услуги у нас выделен один час. Мы в течение часа человека посмотрим, документы изучим, результат выносим и на руки отдаем. А хватает ли этого времени? Очень такой трудненький вопрос. Бывает, ну, болезни очень много, разные. Вот со столько лет работы иногда думаешь, вроде уже все видела, да, вот больше уже ничего оказывается, и еще выходит. Бывают сложные моменты, тогда, да, консультируемся между собой. Все отделы собираемся, расширенные заседания проводим, консультантов привлекаем с системы здравоохранения. Бывают и такие случаи. Ну вот диагностика, да, это, насколько я могу судить, да, это один из сложнейших этапов, да, в здравоохранении. И действительно, да, как вот вы сказали, иногда сталкиваются врачи с совершенно невероятными, да, какими-то проявлениями нашего организма. И вот в таких случаях, то есть, получается, необходимо продлить время услуги или еще какие-то повторные осмотры, человек должен пройти, или ему необходимо обратиться в еще какую-то медицинскую организацию. То есть, как это происходит? Ну, это все вопросы здравоохранения. К нам уже пациент приходит с полностью готовым пакетом документов. Сколько, значит, времени это у него заняло там в поликлинике, в больницах, мы этого не знаем. Там уже такое. Да, главное, чтобы там минимум 4 месяца сроки медицинской реабилитации у него прошли. За это время, почему, врачи должны успеть диагностику провести, все методы, значит, лечения тоже успеть провести, и реабилитационные этапы тоже должны успеть провести. Оно все рассчитано на это. И потом, когда уже действительно стойкий процесс идет нарушения функции организма, уже идет вопрос установления инвалидности. Ну, конечно, сложно будет сейчас перечислить основания для установления инвалидности, поскольку, наверное, очень много их. Но если вот так вот в целом, да, для зрителей, чтобы немного, да, в теме, да, что называется быть. То есть, есть же, наверное, разные категории, да, при которых человек, например, может работать, но на легких работах и так далее, да, то есть там очень много разных категорий. Знаете, вот инвалидность устанавливается при наличии одновременно нескольких условий. Значит, это первое, нарушение здоровья со стойкими функциональными расстройствами. Второе, это ограничение жизнедеятельности, полная или частичная утрата, да, способности, например, к самообслуживанию, к ориентации, к передвижению, к контролю над своим поведением. И третье, необходимость мер социальной защиты. У взрослых, я скажу, перечных заболеваний нет. Вот как все думают, вот открыл, значит, вот ишемическая болезнь сердца, вот такая-то группа. Нету таких перечных, такой перечный есть только у детей. Детям от 0 до 18 лет есть у нас в правилах приложение СИМ, при которых ребенок признается лицом с инвалидностью. А у взрослых, это с 18 лет, уже идет оценка ограничений жизнедеятельности. Значит, человек в чем ограничен в обществе, что он не может делать, в каких он в мерах нуждается. И это идет оценка. И потом выносится, значит, решение об установке первая группа, вторая группа, третья группа или инвалидность не устанавливается. На что мы смотрим? Первая группа устанавливается, когда идут очень резко выраженные, значительно выраженные нарушения. Вот при оценке, когда мы приходим к такому решению, вторая группа устанавливается, когда идут выраженные нарушения функции организма. И третья группа устанавливается при умеренно выраженных нарушениях. Вот. Перечня нет. Есть перечень анатомических дефектов, при которых инвалидность устанавливается без срока. Переосвидетельствование – это по-народному пожизненно. Есть перечень заболеваний, при которых инвалидность устанавливается сроком на 5 лет. Вот такие перечни есть, а так идет оценка. И не может знать человек заранее, какая группа ему инвалидности будет установлена. Ну, вот в случае, например, установления той или иной категории, насколько бывают, опять же, сложные случаи, насколько комиссия быстро или медленно приходит к каким-то, ну, единым, да, каким-то, скажем, результатам? И бывает ли, что разделились мнения, например? Бывают. Мы же в день обращения выносим экспертное заключение. Если сложная ситуация есть, у нас в департаменте есть отдел методологии контроля, медико-социальной экспертизы. То есть, вот первичный отдел, если они затрудняются вынести экспертное заключение, они направляют дело, ну, так же, электронно на консультацию вот в этот отдел. Отдел методологии контроля. И на это на все есть 10 рабочих дней. В течение 10 рабочих дней, значит, данный отдел все консультирует, и они дают свое, как бы, свое решение, которое будет учитываться при вынесении уже окончательного решения. Вот в течение 10 рабочих дней это может занять. А если, например, да, вот мы говорим о том, что, ну, бывают, скажем, категории, да, заболеваний, при которых человек выздоравливает, и ему, например, говорят, врачи, опять же, да, наверное, его лечащие, что все, вы выздоровели, можно инвалидность снимать. Как это оформляется, опять же, как это происходит, что ему нужно делать, опять же, так же идти, да, и проходить комиссию и так далее? – Знаете, инвалидность устанавливается на определенные сроки. Есть сроки, которые также правилами, там, 6 месяцев, 1 год, 2 года, 5 лет, и вот пожизненно. Если только кроме пожизненно, другие случаи на переосвидетельствование по сроку также направляют врачи, медицинские организации по месту жительства. Они должны в срок его направлять пациентам, и приходит больной на переосвидетельствование по сроку. Опять же, проводится экспертиза, да, освидетельствование, но мы не даем здоровый или нездоровый, в нашу компетенцию это не входит. Если нет оснований для установления инвалидности, это если реабитационные мероприятия проведены, и отмечается положительная динамика, да, и если нарушения, которые у человека имеются в легкой степени, нарушения, тогда, да, инвалидность не устанавливается, и на руки мы выдаем извещение о неустановлении инвалидности. Вот. Все. Человек лицом с инвалидностью не признан. Тоже в день в день дается. А вот, как вы сказали, сроки переосвидетельствования у всех разные? Разные. То есть, да, кому-то каждые, там, например, полгода, да, надо ходить? Не каждые полгода. Есть 6 месяцев, когда, например, человеку провели операцию, уже все, но послеоперационный период немножко ему надо помочь. Вот в таких случаях есть сроки 6 месяцев. Есть год. Есть 2 года. Есть 5 лет. На 5 лет у нас есть перечень, при которых устанавливаем на 5 лет. Ну, и, наверное, самый такой сложный вопрос, да? Все вопросы сложные. О том, насколько с людьми бывает непросто, наверное, контактировать, да? Разные приходят люди, да, с разными проблемами, с разными вопросами. Кто-то говорит, что вот, мне нужно, там, допустим, установить инвалидность. У меня есть вот такие основания, вот такие основания. Может быть, люди даже, ну, как-то на повышенных тонах говорят, где-то конфликтуют и так далее. Насколько вот часто бывают такие ситуации, как вы с ними справляетесь и, ну, может быть, уже на практике привыкли, да, как-то сдерживать, может быть, таких конфликтующих пациентов, объяснять им, разъяснять и так далее. И все-таки есть ли у них потом дальше какие-то шаги для того, чтобы они могли где-то опротестовать решение? Как часто вообще такое бывает? Поняла ваш вопрос. К нам приходят люди, да, которые болеют с разными жизненными своими трудными ситуациями. И каждый человек думает, что это его заболевания самые сложные, самые худшие, чем у других. Ну, вот они так думают. И действительно, ну, с ними обычно мы не конфликтуем, потому что мы стараемся понимать, что к нам здоровые люди не приходят. Ну, бывает, да, что люди не согласны с нашим вынесенным экспертным заключением. Вот мы, например, установили третью группу инвалидностей, они думают, а почему не вторая группа инвалидностей, да. Или мы, например, на один год установили, они говорят, а почему не пожизненно установили. Да, это их право обжаловать наше решение. Обжалование у нас происходит согласно административно-процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан. И у них на это есть три месяца со дня получения результата оказания госгосударственной услуги. В течение трех месяцев они обжалуют. Обжалование у нас проводится в отделе методологии контроля, в вышестоящем отделе, да. И после того, как они смотрят, они могут, как и отменить то изначальное решение или также оставить в силе. Если человек дальше не согласен, он имеет право обратиться в вышестоящие органы, это наш комитет, который восстанет, или в суд, в судебном порядке. Есть у нас практика, что люди с нами судятся, да. И такое бывает. Ну, а как вот чаще всего происходит это? Не часто. Можно ли так сказать? Это не часто происходит, а в основном, когда обжалование идет в отделе методологии контроля, мы все разъясняем, показываем правила, почему мы такое решение приняли. Чаще всего дело в том, что люди просто не разбираются. Им нужно немножко разъяснить и время уделить. Когда им по полочкам все это разъясняешь, все показываешь, все анализы, расклад делаешь, они понимают, правда, что решение было, да, таковым, окончательным. Есть, которые до суда доходят, но по своей практике скажу, в суде в основном дела, уже мы же решаем после отдела методологии контроля, в основном, значит, в суде наши решения как бы принимаются. Ну, действительно, да, вот как вы правильно сказали, люди, которые, ну, скажем, да, пришли после того, как их судьба, можно сказать, поломалась, естественно, они в стрессе, им тяжело. Они негативно где-то реагируют, они не слышат, может быть, каких-то доводов, не желают слышать, да, и так далее. Мы знаем, что сейчас очень, ну, не то что популярна, да, а необходима психологическая поддержка, да, и есть ли какие-то возможности, например, может быть, ваши коллеги, да, советуют, да, или говорят, да, там, с людьми, да, информируют о том, что вот им необходимо, вот, может быть, еще помощь психолога, да, к примеру, чтобы облегчить их состояние. Помощь психолога в поликлиниках предусмотрена, например, в онкологическом диспансере со всеми людьми, у кого, значит, выявлен онкопроцесс, работает психолог, со всеми. В каждой поликлинике тоже есть в штате психологи, они работают с теми, кто, например, после операции или до операции. В реабилитационных периодствах. В практике уже, знаешь, да, стараемся, да, объяснить, и лишь чтобы поняли, что инвалидность, это тоже может быть временное, пока, значит, это помощь государства, пока человек потерял вот это, скажите, способность какую-то, да, временное, частичное, когда идет, да, оно восстанавливается, например, тем более сейчас медицина шагает вперед, у нас такие сейчас операционные проводятся операции, то есть такие реабилитационные мероприятия, они все направлены для того, чтобы человек адаптировался в обществе, чтобы он не стал лицом с инвалидностью, для этого это все проводится. Ну и в целом, да, учитывая, опять же, как вы правильно сказали, да, что все-таки наше общество стремительно развивается, и для маломобильных граждан, для людей с особыми потребностями все-таки многое делается. Конечно, хотелось бы больше, но уже то, что сейчас происходит, это большой шаг вперед по сравнению с тем, что было раньше, и, допустим, там, та же доступная среда, и больше внимания, да, в целом. Людям, маломобильным гражданам, это, ну, опять же, да, вот по сравнению с тем, что было раньше, на мой взгляд, это большой шаг вперед. Но, учитывая то, что у нас очень активные люди с ограниченными возможностями, они у нас активисты, они общественники, они спортсмены, и, ну, в целом, очень активно участвуют в развитии той же доступной среды, например. Мы знаем, что они в общественном свете, да, многое делают, и вот люди, да, которые вот в силу каких-то жизненных обстоятельств вынуждены, например, там, ездить на инвалидной коляске, они подают потрясающий пример силы духа и возможностей, да, и, ну, глядя на них, думаешь, что же я-то сижу на месте, надо тоже что-то делать. И двигаться вперед, и, может быть, именно общение с такими людьми, да, придает надежду какую-то, да, вот людям, которые только что оказались в этой ситуации. То есть это, я имею в виду какие-то реабилитационные группы, какие-то, может быть, по интересам, да, общества, сообщества. Есть ли, например, ну, такая у вас функция, да, как направление, может быть, знакомство людей, да, с теми, ну, как равные равному, да, то есть, например, если человек потерял зрение, да, то познакомить его, там, направить, может быть, сказать, что вот у нас есть замечательная библиотека, да, где есть вот как раз сообщество таких людей или там еще куда-то, еще куда-то, то есть помочь людям найти своих, что ли. Я еще вот как раз к этому моменту забыла сказать, что мы не только занимаемся установлением инвалидности, у нас также разрабатывается индивидуальная программа реабилитации. Что это такое? Это комплекс мер, направленных для того, чтобы человек был защищен, да, в социальной сфере. Туда что входит? По медицинским показаниям мы, значит, разрабатываем услуги индивидуального помощника, услуги специалиста жестового языка, техническое средство реабилитации, это вот передвижение, да, креслоколяски, ходунки, костыли, трости, также есть тефлотехнические средства для слабовидящих, есть сурдотехника для слабослышащих, есть, значит, гигиенические средства, да, вот подгузники, впитывающие пеленки, значит, огромное количество мы эту программу разрабатываем с учетом, значит, медицинских показаний, противопоказаний. Есть у нас направление лиц в социальное учреждение, да, также мы совместно работаем с этими обществами, они к нам тоже приходят, свои данные оставляют, мы потом, если видим, что человеку это нужно, мы направляем. У нас есть общество, значит, слабослышащих, общество, значит, слабослышащих, ну, наши программы, они, конечно, не входят, но, тем не менее, мы рассказываем пациентам, что есть такие общества, хотя они, когда к нам приходят, они уже всегда в курсе, за то время заболевания они узнают, в частности, у них же всегда есть какие-то чаты, вот, они в чаты эти выступают, и они всегда в курсе. У нас есть и спортсмены, поверьте, параолимпийских игр, для них есть кресло-коляски, например, активного типа, электромобильные, да, мы тоже восхищаемся данными категориями людьми, действительно, несмотря, они занимаются и танцами на кресло-коляске, да, и с этими танцами занимаются, они плавают, они работают, вот, у нас в управлении координации занятых социальных программ есть, есть у них инватакси, есть у них все вот эти программы, все у них проходит, и в районных городских отделах социальной защиты тоже это все есть, вот, и насчет адаптации местные исполнительные органы очень проводят активную работу, сейчас такое время, когда все умеют выражать свою гражданскую позицию активно, особенно социальности, да, тем более вот малобобильные группы наших граждан, да. Ну, и очень большой плюс, да, когда вот этих людей привлекают, или они сами инициируют, да, Комиссию включают, да, Комиссию, например, да, для обустройства школы, да, вот с инклюзивными классами, то есть насколько правильно, например, построены пандусы и так далее. Адаптации, да. Да, и вовлечение этих людей, это, ну, замечательный шаг для нашего общества, на мой взгляд. Это очень правильно, потому что они лучше знают. И, в принципе, да, когда наше общество перестанет абсолютно разделять, да, людей на маломобильных граждан. Все мы равны. Да, и тогда мы придем к общему знаменателю и именно достигнем того, о чем и мечтаем, да, чтобы в обществе не было разных, да, потому что мы не все одинаковые. Вот еще один такой наверняка очень сложный момент, да, это установление инвалидности детям. Это наверняка очень тяжелый момент, когда вам приходится контактировать с родителями. Опять же, да, приходится, наверное, все свои возможности, психологические навыки, да, и умение использовать при общении с родителями ребенка, да, у которого заболевание какое-то сложное. Как происходит вот такой процесс? Процесс идентичный, но в плане того просто это морально тяжело. Морально тяжело. Вот с рождения есть дети, которые с порогами рождаются, также 4 месяца сроки медицинской реабитации у них. Есть дети также, ну, психологическими нарушениями, да, нарушениями речи. Ну, заболеваний очень много, но у детей есть у нас приложение 7, это называется медицинские показания, при которых детям устанавливается инвалидность, например, от рождения до 18 лет. Значит, у нас до 7 лет идет категория просто ребенок с инвалидностью. Начиная с 7 лет мы уже их разделяем на группы. Значит, первый ребенок с инвалидностью первой группы, второй группы, третьей группы. Для чего это нужно? Для того, чтобы была дифференциальная, производились пособия. Потому что ребенок с инвалидностью третьей группы, да, он более, меньше нуждается, чем ребенок с инвалидностью первой группы. Также там предусмотрено пособие для родителей, воспитывающих ребенка с инвалидностью. Государство старается поддерживать пособие, и пособие родителям тоже идет. Но у детей, знаете, способности очень высокие. Они быстро восстанавливаются. У них защита своя какая-то есть. Ну, мы же понимаем, мы все мамы. Когда у твоего ребенка тут температура, да, ты уже начинаешь переживать. А тут несколько операций бывают, они перенесли, несколько наркозов там. Все такое очень сложно. Но, тем не менее, это наша работа. Работу мы должны выполнять. Также идет время, сам процесс все так же идет. Ну, а насколько требуется вот именно поддержка в плане, ну, опять же, психологическом, да, вот, родителям? И какую, опять же, вы оказываете? То есть тоже же какую-то, наверное, программу реабилитации разрабатывать? Есть программа реабилитации тоже по, значит, в чем нуждается данный ребенок, по состоянию здоровья, если положено, конечно, мы разрабатываем. Это детские ходунки, то же самое, подгузники, то же самое, средства передвижения, например. Все то же самое. У нас огромное их количество, мы все это разрабатываем, вплоть до санаторно-курортного лечения этим детям. То есть как бы направление дается, да? Нет, мы когда разрабатываем данную программу, индивидуальную программу, абилитации, реабилитации, у нас тоже база интегрирована с социальной сферой. Вот, и они у них выходят. Сейчас все же портал социальных услуг у них работает. И не выходя из дома, вот на портале социальных услуг они могут выбирать, что им больше нравится. Например, мы разработали, да, санаторно-курортное лечение. Вот, открывают портал социальных услуг, смотрят по Казахстану, какой им больше подходит. И они выбирают, да, где тут с ребенком, туда, конечно. Бывает ли такое, что, ну, все-таки приходится как-то отстаивать, что ли, свою точку зрения? Ну, то есть, родители, например, не согласны, да, с чем-то начинают. Конечно, бывают. С ними ведь, ну, как бы, и не хочется же причинить им, да, еще какую-то боль. Но при этом... Знаете, с детьми работать легче. С детьми работать легче. Почему? Потому что родители, когда узнают, что их ребенку уже стало лучше, легче, что идет положительная динамика, и уже как бы лицом ребенком с инвалидностью они не будут, они радуются. Радуются, что действительно их ребенок может уже полноценно, как с другими детьми, ходить в школу, ходить в то же самое детские сады, да, и что он полноценный гражданин нашего общества. Не радуются им. У взрослых вообще другая сторона вопроса. У взрослых другая категория. У взрослых, объясните, иногда им приходится тяжело. А когда родители видят, что у детей все равно есть какая-то динамика, там уже совсем другие понятия, другие взгляды, другие ощущения. Ну, а приходится ли вам, например, присутствовать на заседаниях, там, может быть, судебных, да, когда вас вызывают, да, в качестве, например, ответчика, и, может быть, наоборот, там, говорят о том, что не нужно доводить до суда, давайте, может быть, урегулируем, да, вопрос в досудебном порядке через медиативное соглашение. Знаете, если есть показания, мы до суда не доводим. Я как заместитель руководителя, у меня тоже высшее медицинское образование, я как уполномоченный по этике данного департамента, я участвую в заседаниях отдела методологии контроля. То есть, когда идет обжалование, я стараюсь во всех обжалованиях сама участвовать. И чтобы быть в курсе, если мы видим, что первичный отдел где-то что-то, например, пропустил, да, или мы видим, что те документы, которые были направлены врачами, не в достаточной мере полной, еще данный человек нуждается, например, в обследовании, мы стараемся вот это все полностью провести, потом только выносить окончательные решения. Бывает, иногда сроки неправильно выносятся, да, ну, редко, но есть. Ну, человек, когда работает, он ошибается. Ну, вот у нас буквально минутка осталась до конца эфира. Этика, да, вот служебная этика тоже очень важный момент. Как она регулируется, да, внутри департамента, насколько важна этика сотрудников? Знаете, я как уполномоченная по этике смотрю только не только этику, и антикоррупционные меры. То есть, все риски должны быть сведены к нулю, и этика, этика государственных служащих тоже на первом месте. А еще и такое сложное... Да, между услугополучателями этика тоже очень сложный вопрос. У нас почему это все работает? Все наши кабинеты, все наши коридоры, они оснащены аудио-видеозаписями. И весь ход освидетельствования тоже у нас фиксируется. Аудио-видеозапись проводится, прям это у нас на мониторе, у нас в кабинете всего, и мы все видим. И это спасает и услугополучателей, и наших специалистов, госслужащих от всяких разных очень таких проблем. Во-вторых, у нас есть телефоны доверия департамента, да, которые на интернет-ресурсе у нас все есть. Также у нас проводится анкетирование услугополучателей, анонимные услугополучатели. Мы раздаем, как вам провели, оказали услугу. И вы уже можете анализировать. Я лично их анализирую. К сожалению, время нашего эфира уже подошло к концу, и я думаю, что к этой теме мы еще через какое-то время вернемся, поскольку действительно она не теряет своей актуальности. Спасибо вам большое за интересный такой разговор. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин